Алматы и Пекин – основные претенденты на проведение в 2022 году зимних Олимпийских игр. Список стран сузился после того, как город Тосла отказался вести борьбу. В норвежской столице заявили, что не потянут колоссальные расходы. Марат Токолин узнавал, сможет ли Казахстан взвалить на себя тяжелую ношу, учитывая, что миллиардные расходы уже предусмотрены на международную выставку Экспо и универсиаду в 2017 году. Сенсация не иначе. Осло сложил себя полномочия в проведении зимней Олимпиады в 2022 году, даже не начав борьбу. Правительство Норвегии дало четко понять, что не ощутило должной поддержки со стороны населения. Да и, по всей видимости, затянувшийся экономический кризис в странах Старого Света дает о себе знать. По современным меркам затраты могут перевалить за 6 миллиардов долларов. Превратилось в некую традицию публиковать в сети расходы крупных спортивных мероприятий. Так, зимние Олимпийские игры в Ванкувере, где казахстанка Елена Хрусталева завоевала серебряную медаль, обошлись канадским властям в 3,5 миллиарда долларов. Общая стоимость проведения седьмых зимних азиатских игр в Казахстане составила чуть более полутора миллиарда. Рекорд принадлежит правительству Российской Федерации, которая раскошелилась на 50 миллиардов долларов, чтобы с размахом отметить зимнюю Олимпиаду в Сочи. Ранее свои кандидатуры на проведение мероприятия мирового значения сняли польский город Краков, шведская столица Стокгольм. А вот для Казахстана это очередной прекрасный повод заявить о себе во всеуслышание, считает мажористмен Владислав Косарев. Хороший город, прекрасное место для проведения. И я не вижу проблем в том, чтобы ее успешно подготовить и стать конкурентом самому Пекину. Пекину с 20-миллионным населением. Спортивный комментатор Сергей Райлян оказался более скептичен. По его мнению, в случае победы на конкурсе, государству придется раскошелиться на новый биатлонный комплекс, дополнительные лыжные трассы, ледовую арену. И это не считая Олимпийской деревни и дополнительных гостиниц в городе. Организация Олимпиады – это очень сложное дело. Это не азиады, это не универсиады, это просто огромные потоки туристов. Это связанные со всем этим проблемы. Это и гостиницы, это и транспорт, это все-все-все. Если Алматы получат Олимпиаду, если наш Оргкомитет сможет все это должным образом понять в первую очередь и все это организовать, то это будет хорошо. Что касается поддержки населения, то мнения казахстанцев пока расходятся. Да, наверное, да. Это же престиж, имя нашей страны на мировое время. Конечно, для престижа нашего государства это, с одной стороны, плюс, но учитывая те затраты, которые уходят сейчас на Экспо. Это нецелесообразно однозначно. И все же пока не стоит забегать вперед. До самого события без малого шесть лет. Пока очевидно одно – право на проведение зимней Олимпиады доставит немало хлопот республике и бюджету. Но в глазах мировой общественности Казахстан уже не будет казаться страной третьего мира с отголосками кочевой культуры. Марат Токулин, Саната Монгалиев, Информбюро, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова